Весной особое внимание не только чистоте, но и безопасности. Специалисты управляющих компаний и газовых служб отправляются в рейды с инспекцией. Проверяют, легко ли дышится в квартирах. Обычная спичка или зажигалка покажет, как работает вентиляция. Сначала с вентиляционного отверстия снимают пластиковую крышку, затем подносят пламя. Если оно резко отклоняется в сторону черной дыры, также стремительно туда должны уходить и посторонние запахи. Еще один вариант – поднести к вентрешетке обычную бумажную салфетку. Она должна притянуться к отверстию. Обход начинается с квартир. Смотрят, правильно ли организована система вытяжек. Подрядчики забираются и на чердак. Здесь все внимание вентиляционным коробам и оголовкам. Они должны быть в целости и сохранности. Муниципальная управляющая компания «Жилсервис», которая обслуживает больше 1300 домов, заключила договор со специализированной организацией. Она и контролирует исправность вент-систем в «Жилом фонде». Мы должны полностью узнать проблемы данного дома. Проблема у этого включается не только инженерная система, фасады, крыши, но и вентиляционные шахты, чем люди у нас, можно сказать, дышат. Прости, сейчас очень много случаев, где у нас целыми семьями просто люди задыхаются от угарного газа. Как раз вот данная работа направлена на то, чтобы вот эти случаи в наших домах исключить. Рейды проходят регулярно. Домовые каналы проверяют раз в три месяца, вентиляционные – раз в год. При наличии в доме газовых колонок не реже двух раз в год. У них составлен график полностью на весь срок нашей работы. У них расписаны, какие дома, какие улицы. Мы этот график соблюдаем. Еще у нас есть внутренний контроль. Мы потом обзваниваем жильцов, были на самом деле или не были на самом деле эти специалисты. Такие рейды должны провести все управляющие компании. Ежегодно наличие тяги в дымоходе и исправность газового оборудования проверяют и газовики. Когда с вытяжками все в норме, а тяги нет, возможная причина – забитый вентиляционный короб. Чаще всего в нем находят кирпичи, упавшиеся головков и даже птиц. С этими проблемами подрядчики начинают бороться кардинально, хотя стараются обойтись без лишних разрушений. Опускание груза либо снизу засовывают в канал трос или щетку. Нередко происходит, что требуется сделать технологическое отверстие со стороны подъезда. Бывает, что со стороны жилой квартиры. Но это очень редкий случай. Мы стараемся обходить без них своим оборудованием. Если из вентиляции доносятся ароматы блюд, которые готовят соседи, навязчивыми становятся не только посторонние запахи, но и подозрения, что вентиляция давно уже не имеет выхода наружу, обращаться следует в управляющую компанию. Как говорят в жилсервисе, специалисты они пришлют в течение суток. Но есть проблемы, которые устранять придется самим собственникам квартир. Самое распространенное нарушение – неправильно установленные вытяжки и вентиляторы. Если дефект несущественный, собственникам жилья выдают предписание все переделать в кратчайшие сроки. Если в угоду дизайну хозяева довели дело до опасной ситуации, информация уходит к газовикам. Очень часто жители сами переустраивают свои вентиляционные каналы или дымоходы. Нередко в один дымовой канал втыкают или подсоединяют дымоотводящий рукав от газовой колонки и также вентиляционную вытяжку. Этого делать категорически нельзя. Вентиляция в этих домах запроектирована с естественным побуждением. Воздух удаляется через вентиляционные каналы и дымоходы, а поступает через неплотность, щели и приоткрытые форточки. В случае аварийных нарушений, пока владельцы квартир не устранят замечания, жить придется без голубого топлива. По аварийным нарушениям однозначно сразу принимается решение о прекращении газоснабжения. Переустройство дымоходов, вентиляционных каналов, самовольный перенос газового оборудования, самовольное его подключение, самовольная перепланировка тоже являются нарушениями, которые прямо предписано провести отключение, так как это непосредственно влияет и несет характер угрозы здоровью жизни людей, либо аварий. Вент-системы в домах спроектированы в зависимости от площади помещений. В план закладывают и системы прохождения потоков воздуха по квартире. Перенос стены или окна может разрушить всю вентиляционную логику. Не переносить стену, не делать студии, то есть она конкретная, и повторяю еще раз всем жителям нашего города, что ничего трогать нельзя, потому что это все просчитано и узаконено, и это не просто чье-то благо, а жизнь и, значит, и человеческая жизнь и безопасность. Под абсолютным запретом перенос газовых колонок из кухни в ванную или наоборот. Прибор должен стоять строго по проекту. Газовая колонка – это прибор с открытой камерой сгорания. Для того, чтобы она работала, необходимо обеспечить ей приток воздуха. На куб газа 10 кубов воздуха должно быть в помещении. В межсезонье весной и осенью может увеличиться и количество несчастных случаев отравления угарным газом. Его называют тихим убийцей. Почувствовать СО невозможно. У него нет ни цвета, ни запаха. Первые симптомы отравления тоже неоднозначны – усталость, недомогание. Даже минимальная концентрация угарного газа в воздухе, всего 0,08% уже приводит к головной боли и удушью, а треть процента – к потере сознания. В прошлом году в Самарской области от отравления угарным газом пострадали больше 150 человек. Основная причина беды – обратная тяга в дымоходе. Если в замкнутом помещении с газовой колонкой включить вытяжку, воздух начнет удаляться в вытяжку. Срабатывает закон сохранения энергии. В воздуху неоткуда браться при закрытом окне. Продукты сгорания идут в обратном направлении. Так в квартиру из дымохода попадает угарный газ. Главное правило – при включенной колонке или плите обеспечить приток свежего воздуха, приоткрыть окна и не включать вытяжку. Если в квартире пахнет газом или у жильцов появились симптомы отравления, не стоит медлить. Сразу необходимо открыть окна, выключить газовое оборудование и позвонить по телефонам аварийной службы. 0,4 с городского, 0,40 или 104 с сотового телефона. Но газовая атака может прийти не по трубам, а с парадного подъезда. Как огня, опасаться газовики советуют баллонов с ожиженным топливом. По сути своей можно сравнить, что к вам в дом занесли бомбу. Потому что, как правило, наиболее тяжкие последствия, наиболее серьезные взрывы происходят именно от таких баллонов и от неправильных эксплуатаций. Какие могут быть последствия, показал случай в новостройке на Самарской, где взорвались газовые баллоны. Чтобы благо природы и цивилизации не обернулись катастрофы, специалисты напоминают техника безопасности, в том числе и в быту. Не канцелярский термин, а руководство к действию.